Лариса Гузеева Лариса Гузеева Герман 7 лет проработал в ФСБ, был телохранителем известных бизнесменов, возглавлял коммерческую компанию. Сейчас генеральный директор крупного агроконцерна. Мечтает открыть кафе на побережье Австралии. Германа нравятся девушки с восточным менталитетом, которые ставят мужчину превыше всего и знают свое место в жизни. Женятся на той, кто сможет создать в доме идеальный порядок и чистоту. АПЛОДИСМЕНТЫ Что скажешь, Лариса? Соединение Марса с Нептуном в 12-м доме меня как астролога не может не пугать. Это значит, что и в прошлом у вас имеются некоторые бурные эпизоды, тайные. То есть есть скелеты в шкафу, с которыми можно поразбираться. Парочка тайных пороков, фобий, страстей точно имеется. А от женщин ждет постоянства и спокойствия. Я даже думаю, что вам не то, чтобы нужно иметь рядом очень всепрощающую жену, очень мягкую и послушную. Вам скорее хочется, чтобы женщина была понятной. Чтобы она была стабильной, и отношения, чтобы с ней были стабильны. А, наверное, самыми стабильными кажутся те женщины, которые слушаются мужа. Вот такая логика внутренняя. Майк, это мы. Чтобы женщина была понятной, чтобы она была стабильной, и отношения. Так говорят про нас. Как тебе жених? Ой, ну жених им нравится. Герман у нас мужчина серьезный, представительный. У него послужной список, мама не горюй, как говорится. Спортивный, денежки у нас водятся. Сын взрослый, значит, уже не помешает. Вот единственное, Герман, жену хотите покорную? Сейчас такую днем с огнем не сыщешь-то. Ну, не знаю, может, сегодня повезет нам. Он такой расслабленный. Мы сейчас посмотрим, когда выйдем, уже посмотрим. Это ваше имя, Герман, и фамилия фон Рихеншталь. А откуда фон-то образовалась? Мои родственники были одни из командующих Белой армии, фон Капель, барон фон Капель. А когда вы взяли-то эту фамилию? Вы же работник ФСБ в бывшем. Как вас туда приняли-то? Ну, в принципе, как бы, ничего. Никаких запретов у нас нет на фамилии. Нет, фамилия фон Рихеншталь у вас была с самого рождения? Да. А кто у пансиональности? Я немец. Нет, но все-таки приставка фон, наверное, не была. Может быть, вы и были Рихеншталь? Нет, фон Рихеншталь, моя фамилия, вторая, как бы, по паспорту, отцовская фамилия, обозначает принадлежность к баронскому роду. Ну, вы взяли эту фамилию, уже будучи, наверное, взрослым человеком. Нет, это моя фамилия свидетельствия с рождения. Буду верить на слово. Ну, ты знаешь, видно, такой он серьезный, такой. Чересчур, мне кажется, серьезный. Да нет, я люблю посмеяться. Эта жена вам предложила поездку по памятным местам после сериала «Клон». Да, ей очень нравился этот сериал, и я решил сделать ей, как бы, определенный подарок. Вы поехали в Марокко? Мы поехали большой тур по Африке, начиная с Сенегала, и дальше Алжир, Мавритания, Мали, Марокко. А ребенка взяли, сколько ему было? Ему было на тот момент где-то 9 лет. Жена не была разочарована? Потому что на картинке в телевизоре одно, а там пыль, жара. Вы знаете, все оказалось совершенно, да, по-другому. Этот мир оказался совершенно не таким, как он выглядит по телевизору, как бы. Он оказался достаточно сложным. И, честно говоря, я не ожидал таких испытаний, как бы. А какие испытания, расскажите. Ну, испытания, например, такие, что через 80 километров от Дакара пропадает сотовая связь, например, как бы, да. Там нельзя выезжать без еды и питья, ни в коем случае, потому что песчаные бури накрывают на 3 дня, как бы, автомобили. Там, будучи, как бы, с деньгами, ты не можешь ничего купить, потому что в магазинах нет магазинов, нет еды, как бы. А что с вами там приключилось? Кто вас в плен взял? В Алжире идут боевые действия, и туда нельзя туристам, как бы, просто пересекать границу с Алжиром, как бы, о чем я не знал. И когда ты пересекаешь границу с Алжиром, ты попадаешь в зону действия полевых, как бы, командиров. Кто вас взял в плен? Полевые командиры в Алжире. Послушайте, ну вы же ФСБшник, вы должны были все просчитать. Вы знаете, я, как бы, не думал, что это возможно, в принципе, как бы, на этом маршруте, как бы. И что происходило? Как вы из этой ситуации вышли? Ну, мы откупились деньгами просто. Ну, и не издевались, не мучили. Нет, нет. Не хватало ему приключений на тот момент, и Герман решил продолжить. И, между прочим, он не прекращает эти приключения, он пришел сюда, за острыми ощущениями. И суть, как бы, проблемы состояла в том, что вот наш разрыв с ней, мы прожили вместе 16 лет, и наш разрыв отношений произошел тогда, когда она начала ревновать меня к девушке, как бы, в одном из мест, где мы остановились просто. Да, вы остановились там, восточная красавица, 20 лет. А вы, судя по всему, владеете языками еще, да? Да, я знаю языки. Какие языки знаете? Английский, немецкий знаю языки. А девушка восточная из абсолютной глуши, говоря на каком? По-английски. У них богатая семья, у них очень большой дом. А вы, они вас временно приютили? Есть деньги, там, в атрасе, когда идешь, очень много красивых ряд, название, как бы, домов таких, крепостей, как бы, частных. И там можно остановиться по договору, как бы, с хозяинами, если ты оплачиваешь их услуги. А как хозяин дома позволил вам закрутить романчик? Там, как бы, не было романа, было то, что девушка, как бы, наверное, мной увлеклась, но я этого не видел, как мужчина, со своей стороны. По восточной ментальности она оказывала мне знаки уважения и почета определенные, которые моя супруга в тот момент не особо, как бы, хотела видеть. Она стелила ковер, например, передо мной, когда я заходил. Ну, наверное, потому что вы красавица с красавцем. Я не считаю себя красавцем, как бы. Я не знаю, почему это случилось, как бы. И вот жена вас приревновала, а вы ей как-то объясняли, что, ну, вот, наверное, такие традиции, вот, стелить ковры, милая. Вы знаете, это было за гранью понимания, потому что у нее начался нервный срыв, и она просто, как бы, неадекватно себя начала вести. Иногда нужно позволять вот эту свободу мужчине. Май, как ты? Позволишь такое или нет? Я эгоистка. Ты не позволишь. Только мой мужчина. Мужчина только мой. Вы хотите женщину покорную. У вас такая сумятица в голове. Вы смотрите, хотите женщину покорную, а в то же время повелись на предложение жены поехать вот по местам. Это немножко разные вещи, потому что покорность женщины имеет в виду ментальность ее, восточное воспитание, потому что женщина создана для мужчины. И мужчина, если он ее любит, он сделает все для этой женщины. Конечно, вы так долго прожили с этой женщиной, поэтому, ну, невинное какое-то внимание со стороны дочки, хозяев, к вам, она должна была воспринять это как естественный жест такой. Я думаю, что ревность лежит в основе разрушения отношений. Я это сейчас понял. Очень важно. А вот у меня вот в связи с этим, девочки, вопрос. Вот у нас постоянно невеста приходит и рассказывает, что они ожидают от мужчины поступка. Вот Герман, герой таких поступков. Но, извините, девчонки, даже мне было бы страшно за нее замуж выходить бы. А чем закончилась ваша встреча вот с этой восточной красавицей? Ну, мы, естественно, как бы никаких планов у меня не было. Я не собирался уходить. Как бы мы дальше продолжили маршрут и улетели в Москву, как бы. Просто для меня это закончилось. У меня вообще с ней телефонами, ни жаркими взглядами, ничего. И вот вы вернулись в Москву. И что здесь началось? Мы расстались с супругой просто по истечении года. Нет, вы ей сказали, ну вот раз я такой плохой мальчик и вот заставил тебя столько страдать, я разрешаю поехать тебе в Крым отдохнуть. И ты-то даже там можешь завести роман. Обалдеть, очень по-восточному, кстати. И вот она там завела романчик, да. Приехала, раз вам паспорт, а там свидетельство о браке с другим. Твоим мужем? Нет, нет, она не была в то время за Германа, официально замужем. А, так она его гражданская жена была? Мы развелись несколько лет назад, потому что как бы есть определенные особенности, если ты занимаешься бизнесом, занимая какой-то пост. Мне было удобно так, что мы с супругой находились в разводе. И вот когда она вам злорадно паспорт-то свой показала, открыла, и вы как отреагировали? Ну, шоковая ситуация, которая у меня год продлилась фактически. А вам было бы легче, если бы она приехала, и какое-то время говорил, Герман, не трогай меня, я еще не пережила тех отношений, которые ты разрешил. Я сам дал ей как бы время, я дал ей деньги, я дал ей возможность определиться, чтобы понять то, что я ее люблю, понять то, что ревность должна быть по поводу, не просто без повода. Но вы ведь с той девушкой еще и уехали отдельно в город. Я, правда, совсем тут уж не понимаю... На рынок. Восточная мораль и нравственности. Как отпускают молодую девушку с незнакомым мужчиной? Мне кажется, что это абсолютная фантазия. Это ее была инициатива, как бы? Да ее бы отец убил бы, просто. Убил бы. Вы рассказываете мне, или восточная жизнь. Ой, ладно, ладно, а чего? Ну что она не могла поехать? Что здесь такого-то, что он... В Марокко очень сильное французское влияние. Поэтому люди там, богатые люди, имеют тесное отношение с Францией, часто летают во Францию. И они немножко, как бы, как сказать, космополитичные, что ли, наверное. А зачем вы поехали с ней на базар? Чтобы отомстить жене. За что? За ее необоснованные вот эти вот... Вы ее поставили в чудовищные условия, она побывала в плену, она пережила тяжелейший стресс. Вы ее решили еще и добить. Ах, ты ревнуешь, что она передо мной ковры селит. Да дай-ка я еще на несколько часов с ней уеду и телефон отключу. Была ошибкой. Я сейчас это понимаю. Ой, ну кто не ошибается-то, а? Он еще мситель. Я тоже люблю мстить. А, кстати, по поводу подарочков. Как замаливать-то грешки-то? Чтобы на будущее нашим невестам понимать. Нет проблем. Какие подарки-то там? Я готов на... Чего дарили-то хочу выяснить. То, что хочет девушка. Это после того, как она уже вышла замуж, приехала без мужа, просто с паспортом, да, вам показала? И вы ей решили, простите, сказать, я тебе подарю колечко, ты разведись там, да, или как? Нет, такого не было ничего. А она без мужа приехала, только с одним паспортом? Ну, она приехала, вернулась, потому что сын шел в школу, как бы, в конце августа, как бы. Просто она мне зафиксировала и показала то, что она нашла человека, который спокойный, которым можно повелевать, который будет ее слушать и позволять ей делать все, что она хочет. Ну, то, что вы ей позволили, навряд ли какой-то другой мужчина может позволить, типа, ты иди пока, вот, а мне отомсти, измены. А 16 лет он ее обеспечивал, ребеночек родился, она вообще не работала, сидела, и это вообще как? Это было его желание, он сам об этом говорит. Она фактически выполняла ваши желания, я думаю, что разрешили вы ей эту поездку не от своих душевных щедрот, а хотели действительно, либо замолить свои какие-то грехи, ощущения внутренней вины, но либо просто вам было все равно, либо фантазии. Какую-то историю, вот, такой синопсис к сериалу. Ну, допустим, это ваша версия вашей жизни. Хорошо, допустим. Ладно. И теперь вы хотите женщину с восточной ментальностью, чтобы вам во всем подчинялась. Почему? Не совсем так, как бы, не совсем, чтобы она во всем подчинялась. Фон Рейхенштайм. Почему? Есть мужское видение, как бы, женщины, как бы, и вообще суть семейных отношений, и есть женское видение этого, как бы. И в последнее время программы глобализации, которые идут, и вседозволенности позволяют женщинам. Ну, послушайте, я была на родине Гитлера, но нет там таких отношений с женщинами. Покладистую желает жену, да? Ну, смотря что он имеет в виду подпокладистый. Ой, не надо, девочки. Вот на вопрос, чего хотят женщины. На самом деле все хотят подчиняться, только не каждая об этом говорит. Все хотят самцов, которых бояться надо, ну и которые... Ну, ладно, ты обоих не говоришь. Я обеспечиваю, не надо. Я буду первым исключением. Не надо, конечно. Наш жених, мой жених даже, не ваш жених, мой жених, он как раз ищет такую покорную себе жилищу. А вы как думали? И найдет, и подберем. Хочет такую, значит, такую будем. Есть такие? Хорошо. Ладно. Алексей, Светлана, а вы давно дружите? Ну, мы коллеги по работе, поэтому я знаю Германа уже 4 года. А вы? Да, лет 6, наверное, мы с Германа общались. Давайте будем сейчас искать девушку, правда? Чего мы будем вымучивать? Лучше в процессе? Ну, не восточную, не покорную. А по Венере в Козероге будем искать серьезную, спокойную, ту, которая вас заставит быть спокойнее, не так волноваться, нервничать и дергаться, и ваши фобии внутренние победит. Будете смотреть на нее, и будет понятно, что она с вами будет вечно и будет стабильна, в хорошем смысле слова. Потому что вы боитесь женской неверности ужасно, на самом деле. И поэтому все эти фантазии про восточную покорную. Я знаю, чего я стою, и выбирать буду я. Вот, видишь, вам оказывается, женская верность. Его Василиса вывела на чистую воду. У нас женская верность, поэтому фантазии про восточную покорную, что она вот с мужем, и все. Мне трудно представить, как можно, допустим, любить мужа и не ставить его превыше всего. Поэтому это такое, естественно, желание ваше. Кажется, если она вас будет любить, а вы будете ей давать в ответ такую же любовь, естественно, вас будет ставить превыше всего. Мы другой даже не рассматриваем. Легкая задача. После рекламы невеста попытается проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Мы смотрим «Давай поженимся». У нас в гостях Герман. Идите на свою первую встречу. Удачи. Здравствуйте, Герман. Меня зовут Вера. Рада нашему знакомству. Пообщаемся. Надеюсь, что у вас получится. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Ну, она выше его. Ну, может быть, для него это не проблема. Нет. Но так она симпатичная. Хорошая девочка. Здравствуйте, Вера, с кем вы? Здравствуйте. Это моя подруга Оксана и сестра Елена. Давайте нас посмотрим. Вера, 28 лет. Бухгалтер в компании по сервисному обслуживанию вертолета. Ежегодно выезжает на горнолыжные курорты. Мечтает о домике на берегу океан. Предупреждает, что ей нельзя дарить ромашки. Жизнь разлучила веру с возлюбленным. Встретились через 7 лет. Снова вспыхнули чувства, но отношения не сложились. Надеется, что с Германом у нее все получится. Улыбаешься, значит, тебе нравится невеста. Что-то хорошее сейчас скажешь. Да, нравится. Я думаю, что вы уже готовы к семейной жизни, хотя еще огни большого света вас точно манят. То есть вы не хотите сидеть дома, быть домашней хозяйкой. Но где-то в глубине души готовы, в общем, выйти замуж, отдаться мужу. Но такой полной, абсолютно стопроцентной, уверенной готовности к этому нет. Сказала бы, что девушка достаточно покладистая. Но, к сожалению, Марс, сожженный в знаке рак, нам говорит о том, что мужчины вы склонны инстинктивно выбирать тех, которые кажутся мягкими, душевными. Но они же потом оказываются вялыми, безинициативными, безвольными. Вот основная проблема. Но мне кажется, что Герман не таков. Да, оцениваешь невесту, думаю, по высшему разряду. Ну да, про возраст молчу, а так активно. А что с возрастом не то? Красиво. 28 лет, молчите лучше про это. Ну, при данном, конечно, нет. Но у нас есть чем поделиться. Нам, в принципе, это не так страшно. Они любовь к ромашкам, наверное, гадали все время и заканчивалась на нелюбль. Вы знаете, да, в детстве гадала, а потом как-то так получилось, сложилась, аллергия стала на них происходить. Так что, да, к сожалению. А только в этом смысле. Да, да. А так, в принципе, красивые цветочки. А еще что у нас со здоровьем? Все хорошо. Кроме ромашковой аллергии. Такая сваха сразу за здоровье. Так, зубы покажи. А что, а как? Ну так, а как вас разлучилась жизнь с любимым? Знаете, мы с ним встретились, познакомились, скажем так, в компании, в общей компании. Был флирт просто. Вот, и потом так получилось, компания распалась, нас жизнь раскидала в разные стороны. Вот, и тут он как-то по недавнему времени объявился, вот, у нас вспыхнули опять чувства, как, скажем так, решили попробовать построить отношения. Вот, но как-то очень быстро все закончилось. Видимо, внимания, что ли, не знаю, вот не хватало как-то такого. Как-то стало уже настолько все обыденное. Мы уже не жили вместе. Если вы встречались, как могло не хватать внимания? Ну вот, к сожалению, мы очень редко встречались. Он просто в данный момент там в другом городе по служебным обстоятельствам работает, да. И поэтому редко приезжал. Как-то, знаете, когда редко встречаетесь, наоборот, как-то отношения были. Вы себе придумали, что у вас были с ним отношения, был роман. Вместе они жили, он надолго уезжал, относился к вам довольно холодно. Нет, я же никак же не знал. Он тем более предлагал переехать, но переехать как? Не то, чтобы там быть замуж уже конкретно, вот, а просто пожить вместе. Вы смотрите, Герман заявляет, хочет покорную восточную женщину. Покорную? Я за равноправие, Герман. То, что покорную, как быт, да, быт обустроить, это всегда, пожалуйста. А служить мужу готовы? А что значит служить мужу, в вашем понимании? Ну как служить? Вот вы утречком встаете, вот Лариса... Я люблю поспать. Вспоминайте про Зореньку, мне очень нравится. Нет, Зоренька нет, я сама люблю поспать. Вот, тесто поставили, пирожков напекли, а он еще спит, а он денежку зарабатывает. Если муж просто управляет полностью вашей жизнью и говорит, ну-ка, дорогая, увольняйся-ка ты со своей работы, не для того я на тебе женился, садись дома, будешь печь пироги. А что, кстати, бухгалтер, день не может дарить. Вечером к нам придут наши друзья, ты, пожалуйста, наготовь и сама тихонечко куда-нибудь уйди. Ну, например, это восточная система отношений? Герман, это будет так? Я думаю, да. Нет, я на это не согласна. А жена может работать в вашем представлении? Если это будет противоречие семейной жизни, комфорту, как бы, я думаю, нет. А вы с сыном общаетесь со своим? То есть вы, если выйдете замуж, должны еще принять будете ребенка. Знаете, дети, когда вообще, когда разлучаются родители у детей, это на самом деле очень плохо. Вот. И тем более при живых родителях, не общаться с ребенком, я буду относиться к нему хорошо. А вы с бывшей-то общаетесь? Да, конечно. Ну, только на почве там ребенка в школу, что купить. Кстати, много платите? Достаточно. Ну, не дружите, да, с бывшей? Ну, дружим, можно сказать, как бы, да. Дружат с бывшей. Это прямо меня преследует. С бывшими они любят подружить. Ну, может быть, просто он общается, потому что с ребенком помогает. Герман, а что будет позволено вашей женщине, вашей жене? Я думаю, что будет позволено все, что она хочет. Если у нас есть понимание, если мы любим друг друга, ограничений нет. По взаимовому согласию обязательно. Вас легко вывести из себя? Я думаю, нет. Будет вас легко рассмешить? Это вы хохочете, да, с лёгкой, когда смотрите комедии? Да, конечно. Правда? Потому что вы сейчас сидите такой напыщенный, с такой вот прямой спиной. Я просто думаю, успею ли я купить билет до Ашхабада, как бы, после вашего, как бы, предложения. Не надо, не надо, у нас тут это найдем, не волнуйся. В принципе, мы слимся. Вы можете, да? Да. Хорошо. Ну, вот на фотографиях он везде улыбался. Значит, может, когда хочет. Вы любите экстремальные виды спорта? Я живу, да, экстремально. Ну, а чем вы занимаетесь? Я занимаюсь восточными недоборствами. В свободное время я посещаю всякие разные интересные, там, скажем. А сноуборд, лыжи вас увлекает? Зимний нет, зимний нет. К сожалению, а я катаюсь на сноуборде. Милая моя, ты не только на сноуборде будешь кататься, если ему это будет интересно, еще он сплавляться будет. А если он не запретит на сноуборде кататься? Гера, а если вас женщина вывезет из себя ударить, можете? Нет. Ну, тут правильно, да. А жена действительно обязательно должна вас сопровождать в этих походах на байдарках? Не обязательно. Ну, как хорошо, видите, уже. А у вас есть какие-то вопросы друг к другу? Я думаю, нет. Я все вижу, я все понял, как бы. Спасибо, покажи сюрприз. Герман, это клумба предсказаний. В жизни бывают разные ситуации. Если такова случится, то ты всегда можешь окунуться в эти прекрасные цветы ореховые, вытащить цветочек, раскрыть его и совет посмотреть, какой там есть. Возможно, он тебе пригодится. Я надеюсь на это. Спасибо. Ух, он не из тех мужчин, которые любят, чего мы, женщины, советовали. Смотри. Молодец. 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 Слушай, значит, ножницы. Такая противная. Смотри, как она их закрутила. Старалась. Все, сердце большое. Так, чики-брыки. А попробуй еще раз. Так, отлично. Так, да. Прочитайте, Мерус. Милый, кто-то, давай за ручку. А вдруг не прибудешься. Прям нашел кому дать с хорошим зрением. Давай мне, Рус. Так, еще совсем недавно, да тут целое писание просто-напросто. Еще совсем недавно вас тревожила неясность ближайшего будущего. Постепенно все становится на свои места. Удача близко. К вам придут уважение и признание, на которое вы по праву можете рассчитывать в будущем вознаграждении. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Предсказание, как говорят, знаете, как прогноз, должно быть как женская блузка. Короткая и прозрачная. Молодцы, девочки. Хлебно-сорно. Уходите в свою комнату. Да, это кошмар. Собственно говоря, можно было даже не выходить, потому что если он сказал, что нужно было покорное настолько. Алексей и Светлана, что вы скажете? Немножко разошлись их истории, мне кажется. Она любит зиму, ты любишь лето. Мне кажется, очень сложное будет вместе. Мы тоже так думаем. Да, мы с ним. Мы согласны, мы всегда, да, вместе. Очень интересно было бы послушать, в принципе. Не успела задать этот вопрос, что же приглянулась все-таки первоначально, почему она решила к нему прийти. Ну, красивый. Ну, это да, это бесспорно. Богатый. Откуда ты знаешь? Богатая проверяла. Фотография с ней видит. Понравилась вам, нет, Вера? Нет, это не моя девушка. Почему? Потому что я ищу такую, один раз увидел, как бы, и все понял. Есть магия чувства определенная, магия, как бы, энергетика определенная. Я не почувствовал ничего. А ты-то что почувствуешь? Ничего не почувствовала. Непокорная якольщица. Все сама да сама. Не быть тебе, Верочка, фон Рифеншталь. Ну и надо. Мы это переживем. Мы это переживаем. Мы это переживаем. Верочка хорошая девушка, но 28 лет, это же уже дофига, поэтому, ну, какие экстремальные виды спорта. Здесь ты уже либо кувыркаешься на батуте, либо ты уже кувыркаешься, чтобы сделать детей. Одно из двух, дорогая моя. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Герм. Идите, встречайте вторую невесту. Здравствуйте, Герман. Я надеюсь, наша сегодняшняя встреча оставит приятное впечатление. Спасибо. Восточные женщины. Вот это, мне кажется, мы передейдем. Истинно восточные. Истинно восточные. С кем вы? Это мои подруги Лариса и Надя. Очень приятно. Загадывайте желания между Ларисами. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Майя, 33 года. Менеджер по продажам женского белья. Хорошо готовит хачапури, мечтает открыть ресторан в Москве. Предупреждает, что мужчине может простить все, кроме предательства. Майя знала своего мужа с детства. Тайно поженились, и родители их прокляли. Через 4 года проклятие подействовало. Надеется, что Герман может противостоять злым силам. А из какого теста качапури готовитесь слоеного? Слоеного. Как тебе, Майя? Ну, классическая представительница земной стихии. Упорная, серьезная, стабильная, постоянная. В общем, то, что Герман ищет. Но умение находить компромиссы, это точно не ваше сильное место. Вы слишком упорны. Я думаю, что вместе к этому постоянству и упорству восточной женщине вы можете добавить еще и некоторую конфликтность в отношениях. Так что неполный комплект. Что в конциональности? Друзинка. Роза. Ну, Майечка, нравится. Особенно перечисленные качества. Это прям то, что нам надо. Более того, нравится жилье у вас есть. Ресторан хочется открыть. Да. У нас там находится открыт ресторан. Какая же тут покорность восточная. Опыт у вас есть семейный уже. Ребеночек тоже уже готовый, собственно говоря. Так что, ну, конечно, возраст вот прямо уж даже не пограничный. Но быстрее, быстрее. Если вы нас сегодня убедите, то фон Рифеншталь не может быть в вашей фамилии. Как вы относитесь к детям, которые рождены не от вас? Прекрасно. Майечка, а вам нравится, когда ради вас мужчины совершают безрассудные поступки? Да, очень. А вот вы бы поехали с Германом в Монако? В Монако? Я бы поехала с Германом. Я не иду в Мороку. Да. Поехали. Да, экстремальные ситуации, скажем так. А ребенка бы взяли с собой? Ребенка? Вот насчет ребенка навряд ли. Скажите, почему вы считаете, что у вас родители прокляли? Родители мужа или ваши? Нет, родители мужа, родители мои тоже. В принципе, изначально они были подругами. То есть его мама и моя мама, они дружили в свое время. А потом у них случился конфликт небольшой, да, и вроде как они стали врагами. Ну, так скажем так. И, понимаете, получилось так, что мы с ним сошлись, да, то есть начали встречаться. А знали друг друга, я просто скажу всем, с 4 лет? Да, знали. То есть даже была такая ситуация, когда уже мы расписались с моим мужем, мне мама говорит, не думала я, что себе зятя в ванной намывала. То есть она, в принципе, его там с детства мыла, кормила. То есть когда она оставалась у нас, да, мама его оставляла у нас иногда. Вот, то есть мы очень были близки на самом деле с моим мужем с детства. Вот, но когда она узнала, что мы с ним хотим пожениться, да, ну, она не то что прокляла, но она не хотела этого, потому что они же не общались, да, с его мамой, то есть они были врагами практически. Но ведь вы все равно поженились и жили поочередно, то у ваших родителей, то у родителей мужа. Да, потому что его мама была очень, скажем так, против наших отношений, и она постоянно пыталась там то его против меня настроить, то познакомить его за моей спиной с другой женщиной. Это даже уже после того, как вы ребенка родили? Да, 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 это все было, и мне было очень тяжело, я столько слез провела, мне было очень тяжело. И тогда вы переходили к вашим родителям? Да, тогда мы переходили. И у ваших родителей вам-то уже было легче? Ну, было легче, но все равно. И мама, наверное, уже смирилась, да? Моя мама смирилась, но все равно то это не так положил, то это, ну, понимаете, да. А снять денег не было? А снять, он, знаете, такой был человек, он, я только сейчас понимаю, что он был лентяй, да, он не любил работать, он вообще был боксер профессиональный, зарабатывал боксом, и то есть вот именно пойти, чтобы на работу, он этого не хотел. А вы были влюблены, этого не видели, и видеть не хотели? И сколько прожили вместе? Четыре года. А расставались легко? Ну как легко? Мне было очень тяжело. Ребенок с вами или с мамой? Ребенок с моей мамой, потому что я в основном работаю каждый день, чтобы заработать. Послушайте, для того, чтобы открыть ресторан, нужны же большие деньги, а не есть. Ну, вы знаете, это такая мечта. А, просто мечта, да. А я думала, это в планах. Нет, это просто мечта. Смотрите, если у вас все с Германом сложится, готовы отказаться от своей мечты, и вот служить веру и правду, следовать повсюду за Германом. Ну, я, может быть, конечно, готова, но, вы знаете, я такой человек целеустремленный, да. Я все-таки считаю, что женщина все равно должна к чему-то, да, тоже стремиться, развиваться, сама чего-то добиваться в этой жизни. Не просто, да, вот сидеть там. Конечно, потому что если он однажды уйдет на базар с кем-нибудь. Да, да. И не вернется, а вам что теперь делать? Конечно. И годы уже не те, и понятно. Нет, женщина должна обязательно сама к чему-то стремиться. А вы хотите ребенка еще? Обязательно. Ну, ребёнок не с ним, ребёнок с мамой. Тяжело, конечно, ситуация такая. Наоборот, легче. Ребёнок где-то там, ты строишь свои отношения, а потом берёшь ребёнка к себе под своё крыло. Вопрос, девочки, вот по поводу проклятий-то родительских. А вообще, когда, если родители не дают благословения, что, вот идти наперекор или всё-таки прислушаться? Что умнее? Думаю, умнее прислушаться, если честно. Задуматься, что стоит за этим нежеланием родителей вас благословить. И если просто упёртые родители, потому что, говорит, там мало денег или... Можно ещё как-то... Но если есть какие-то аргументы, то, мне кажется, аргументы всё равно в пользу счастья своего ребёнка. Может быть, и не стоило вам? Нет, ну, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Даже у нас не было свадьбы, да, у нас не было денег, но я на тот момент так его любила, что я думала, что это не помеха, мы заработаем, мы всё вместе сможем, так как мы любим, у нас чувство... Но ведь родители оказались правы. Ну, вы знаете, я считаю, что мысли материальные, если, может быть, она бы не говорила, да, вот этих... Ну, не то чтобы проклятий, да, то, что ты там будешь несчастна, ты там будешь сидеть дома, так и было на самом деле. Я сидела дома в чужом городе с ребёнком, то есть я не могла никуда не пойти, не уйти, даже если мы с ним поругаемся, мне никуда даже пойти. Он этим пользовался просто, да. То есть он приходил, говорил, я ухожу в кафе, ты ничего не сделаешь. А что я сделаю с ребёнком? Конечно, я ничего не сделаю. Но вы когда шли замуж за этого мужчину, у вас не было денег даже на обручальные культи. Я не говорю о том, что материальный достаток. Но вы выходили, ну, просто в нищету. Зачем тогда нужен был этот штамп в паспорте? Ну, строили бы просто отношения. Зачем? Нельзя в грузинке. Нет, подождите, я так не могу. Во-первых, я не так воспитанна. Я не могу жить с мужчиной, если мы с ним, ну, имеется в виду, когда первый мужчина. Да, то есть, если он не мой муж, мы так не можем. А зачем тогда выходили замуж? Почему было не сказать, дорогой, иди найди себе работу, и потом мы с тобой поженились? Ну, я его любила, во-первых, да. Во-вторых, он мне очень много что обещал, что будет всё хорошо, ты только мне поверь. То есть, когда я выходила замуж... Ну, вот жизнь научилась, сейчас уже не будете верить. Да, вы знаете, я даже, может быть, где-то благодарна ему, что я всё это пережила, я очень много поняла и стала сильнее. Надежда и Лариса, как вам кажется, может получиться пара Герман-Майя? У Германа отсутствующий взгляд, случайно. Да, он что-то погас совсем. А что, мы женихи, мы сегодня выбираем. Да? И ты тоже? Да, да. А я же его свахаю. Покажите, что вы приготовили для Германа. О, нет, не верю. Вы знаете, Германа, я очень люблю готовить, особенно, когда есть для кого, и поэтому хочу, чтобы вы попробовали моё национальное блюдо, которое называется хачпори. Спасибо, Майя. Очень вкусно. Спасибо. Не могу я не подойти. Конечно, подойду. Честь мы сами готовили. Да. Кстати, какую кухню предпочитаете? Вас спрашивают, Герман. Очень вкусно. Я аж подавился. Посучите ему по спинке. Подавился? Вам похлопать? Во всех кухнях есть прекрасные блюда. И зависит это от повара. Прекрасная русская кухня, украинская, китайская. И по умолчанию, если человек любит, он будет тебе готовить. Ну, хорошо. Исключительно в кухне. Исключительно в кухне. Да? Исключительно. Ну, так видок-то не очень, конечно. Ну, ладно, четвёрочка, зачёт. Проходите. Давай-давай посмотрим, что у нас есть. Что-то у нас погас совсем. А что вы, попирхнулись-то? Не очень? Нет, просто хотел быстро ответить. Не очень? Не очень. Честно сказать? Конечно, честно. Вы такой честный. Должна сочная быть. И пышное тесто должно быть. Если бы сразу из печки, да, это было бы сочное. А время прошло. Светлана? Ну, девочка мне достаточно понравилась. В принципе, был у неё плохой опыт в своей жизни. Я думаю, что да, теперь она сделала свои выводы. Ну, теперь выбор за Германом. В принципе, тут... Я с уважением отношусь к ней, к её истории. В ней чувствуется именно восток. Определённый... У ней есть определённые минусы, как бы, соответственно. Какой минус? Ну, то, что она не послушала родителей. Это очень важно для восточной женщины. Именно слушать родителей. То есть не послушала с родителей, а уж мужа-то в ситуации в какой-нибудь точно не послушала? Я думаю, да. Роза? Могла бы, как бы, конечно, вот с пирожком-то. Хачапури ты, сама-то пирожок. Ну, Дмитрий, не угодила. Хотя, в принципе, конечно, шансов у неё относительно первой невесты больше. Покорности, может быть, он красное платье одел и секси. У нас с этим нормально же? Я не бык, я не реагирую на красное платье. Платье у нас очень красивое. Вася, как тебе девушка? Девушка мне очень понравилась. Я считаю, что удивительный вариант, когда она способна и прислушиваться к окружающим, и за себя постоять. Да, родители не послушались. Да, любовь. Да, квадратура Солнца с Марсом точно проявилась, конечно, в полную силу. И с мужчиной тоже будет спорить. Ничего не могу сказать. Но вы иногда заслуживаете того, что с вами... Нельзя спорить с мужем. Да кто вам сказал? Почему нельзя? Потому что он большой. А кто вам сказал, что можно? С ним нельзя. Со мной нельзя, да. Я считаю, что самые жесткие люди и самые неприятные люди, те, которые в своей правоте уверены, ну, просто на сто процентов. Вот они оказываются обычно самыми сложными, друзьями, отцами, родителями. Человек должен оставлять всегда другому, на правду, хотя бы чуть-чуть. Вот вы вообще на правду не оставляете ни Толики, собеседнику. Это ужасно, Лариса. Все правильно. А вся любовь Германа обращена к самому себе. У него просто нет других чувств. Не осталось уже к женщине. Но я не могу не любить тех героинь, которые к нам приходят. Независимо от того, как же можно любить себя. Мне тоже понравилось. И мне понравилось. И мне понравилось. Впереди у нас третья невеста и, возможно, выбор своей судьбы. Не пропустите. Вы смотрите «Лявая поженимся». Я предлагаю вам, Герман, встретиться с третьей девушкой. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Динар зовут. Очень приятно. Давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Динарочка. Вы с кем? Я со своей подругой детства, с пятого класса, с которой Ирина. Очень приятно. Давайте на вас взглянем. АПЛОДИСМЕНТЫ Динара, 30 лет. Старший логист в крупной торговой организации. Мечтает быть директором продуктового магазина. Предупреждает, что не потерпит гнета в семье. На протяжении пяти лет семейной жизни муж Динары продолжал общаться со своей бывшей пассией. Не смогла с этим смириться и подала на развод. Надеется, что Герман закрыл дверь в прошлую жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот какая красавица, Василис. А еще что дополнишь? Потому что хороша необыкновенная. Хороша необыкновенная, но совершенно не умеет ценить себя. Но, может быть, в последние годы научилась. Управитель гороскопа, солнце во льве. А значит, человек, в принципе, живет самоуважением. Его суть самоуважения. Но в 12-м доме не умеет это проявить. Вот тут и начинается самое страшное. Девушка начинает себя мало ценить. Выходит замуж за первого встречного. И потом пожинает все результаты этого брака. Вы татарка? Нет, я не татарка. А кто? У меня папа из Дагестана. Мы с мамой, они встретились в Москве. Ну и папа захотел меня назвать Динарой. То есть вы наполовину Дагестанка? Да, я наполовину, я полукровка. Нравится, нравится. Хорошая Динарочка. А мне больше, знаешь, что нравится? Что вы хотите быть директором магазина? Продуктового. Продуктового. Ой, семья всегда с продуктами будет. Это что, недоедание осетровых в детстве? Нет, нет. Торговля, это мое. А что, хорошо, правильно, да. Все есть, в принципе. 30 лет и опыт есть, и ребеночка есть. Покорная, послушная. Так что мы рассматриваем вас. Достойная конкуренция. Очень достойная, симпатичная девушка. Рассказывайте, что там было с бывшей. Обожаете истории. С бывшим ничего интересного не было. Человек просто... Вышли замуж за разведеныша? Нет, нет. Мы вместе строили семью. Были, конечно, два месяца знакомы до свадьбы. Потом я вышла за него замуж. А откуда нарисовалась-то бывшая его? Бывшая она и была, в принципе. Я думала, потом, со временем, все-таки... Я все как всегда думаю, что я потом, со временем, все будет хорошо. Ну, все-таки. Я не отбила, у них уже отношений как таковых не было. Детей не было у него? Нет, детей не было. Вот они расстались, он на вас женился, вы родили ребеночка. Да. А как узнали, что он ей позванивает, встречается? Он сам об этом постоянно рассказывал. Да. Я работала в банке, мне постоянно смс-ки, что она приходила, что она звонила. Как приходила, еще и домой приходила. Приходила и звонила, да. А ты журак, что ли? А зачем? Может, вы ему чего-то не додавали, а он какие-то эмоции хотел у вас? Может быть, он хотел, чтобы я держалась, поревновалась. Да, он себе... Нет, а вы в ответ какие смс-ки ему? Я никаких. Я в основном это переживала в себе. У вас должна быть такая подруга, как я, хотя бы одна, обязательно. Потому что я бы вас научила, что ему ответить. Я бы сама за вас ему смс-ки в ответ бы слала. Что, например? Или программа. Запикает. Я бы не смогла. Я бы костерила и костерила. Ну, и потом, когда уже в очередной раз он уже буквально при вас с ней договаривался, и вы выхватили у него трубку? Нет, я увидела в интернете переписку. Вот. Все-таки она от нас отстала, вышла замуж, но я нашла другую переписку в интернете. С ней же? Нет, с другой девушкой, где было написано, моя Вегера меня достала, я не знаю, как от нее уйти. Я решила, я приняла решение, хоть у нас был малолетний ребенок, отпустить. Я сказала, хочешь? Но вы же с ней вступили в диалог-то, в неравную схватку. Вы же с ней пытались поговорить. Пыталась, да, у меня были угрозы. В ваш адрес? Да, в мой адрес, в адрес моего ребенка. Вот дебилой-то, чистый. Скажите, а у него что так много времени было свободного? Он уходил в 4 утра на работу, в 12 дня он был уже свободен. А кем это он работал? Он работал на «Газели», он водитель-экспедитор. Кому-то удобнее промолчать, а где-то, наоборот, выплеснуть. Выпустить пар. Это даже более правильно для здоровья, выпустить пар. А у вас женился после развода-то, нет? Да. Женился? Да. А теперь он по привычке бывшей вам-то не названивает, нет? Нет. Там в основном она проявляла внимание к нему, очень такое сильное. Здесь должна я как бы названивать, но мне это не нужно. А ребеночек общается с отцом? Нет. Не помогает никак? Помогает, да, это совершенно... А чего решение не встречаться, не общаться? Он просто не хочет общаться. Я звонила несколько раз, я умоляла, я просила и плакала, чтобы он приходил. Нет, у меня девочка. Девочка. Скажите, вот сидит перед вами Герман. Как вы считаете, у вас могло бы что-то сложиться, получиться? Вообще вам это надо? Мне это надо, но он очень серьезный. За всю передачу я не вижу у него улыбки. Я хочу увидеть улыбку. Он что, дурак, что ли, расточать улыбки всем подряд? Нас много, а он один, красавец такой. Не боитесь? Нет каких-то повторений? Не боитесь, что под такой пресс попадете? Ой, ладно, где водитель Газели, а где фон Риффенштайль вообще? А где он? Ну, сравнивая. Вот, а где он? Я так про него ничего не поняла на самом деле. То есть какие-то такие не мифические достоинства есть у Германа? У нас у фамилии одна что стоит. Да ладно, с той фамилии. Рост, давай огласи тогда уже приданное жениха. Вот мне теперь, мне интересно просто, что у него есть. Прямо, да, мы бы тебе справку 2НФДЛ принесли. Да, да. Прямо сейчас разбежалась. Нет, ну ты же всегда всех же пытаешь. Пытаешь, мы скромно, у нас никогда деньги не делали. Правильно, а потом вы меня будете кореть, сколько я денег получаю. Потому что с процента будут своими. Зачем я буду вам раскрывать, не артистая? Так, ты у нас на программе еще и... Подрабатывай. Панучка. Процент получаешь от жениха. А как же? Боже мой. Во все времена у нас все с вами. А мы говорили с тобой. Нет, смотри, она только одному хорошо, а всех остальных грызет. Видимо, эти просто не заплатили. Да. Роза, так что там? Даже я уже интересуюсь. Что там с наследством-то? Мне правда интересно. Дорогой автомобиль. Двухкомнатная квартира. Динарочка. Ну так вы вот чувствуете, сможете служить веру и правду? Многим эти воду пить? Вот он хочет именно такого, чтобы служить верой и правдой. Понимаешь? И тапочки в зубах приносила. Понимаешь? Вот такая ему нужна. Я смогу служить верой и правдой, но что будет для меня сделано? Ничего. Я служила. Байдарка, палатка и песня в виноградную, косточку в земле. Посмотрите, как. Я думаю, просто я прощаюсь с вашей программой. Правда? Я желаю вам удач, хороших эфиров. Ой, нет, 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 не уходи. Нет, давайте, должен быть последний шаг. А то таких гадостей наговорим. До свидания. Это не по-джентльменски. Ой. Слаб. Слаб оказался. Не мужик, он не мужик. А? Не мужик. Не орел. Проценты ушли. Вы виноваты. Кто? И вы тоже. Я в шоке. Вот это поворот. Алексей, ну тогда вы женаты? Да, да, да. Не, серьезно. Не женаты? Вылка. Давайте другого жениха. Я вник во все эти истории, конечно. Сети, пожалуйста, пересейте. Чудеса. Если друг оказался друг. Вам? И не друг, и не враг, а так. Молодец, молодец. Очень хотел с вами познакомиться. Познакомиться или пообниматься? С вами и пообниматься. Молодец. А что это правда? Ну, кроме того, что такое ущемленное самолюбие? Что ж так удар-то не держать в ФСБшник? Не, ну здесь-то как такового удара, я считаю, это и не было. Просто здесь были рассказаны истории, которые немножко не совпали. А ему, в принципе, свойственна такая невежливость. Он повернулся и вышел перед залом, перед теми женщинами. Он мог просто отказаться делать выбор, поблагодарить их всех, например. А он просто встал и ушел. Почти не прощаясь. Ну, может быть, большое количество женщин его смутило. Ну, ладно, хорошо, хоть до свадьбы вот так сбежала. А то, представляете, я бы пришла к вам в госе бы на годовщину, еще не бы ляпнула. Он повернулся бы и ушел от вас, кстати. Да. У воспитанности ноль. Пошел. Никакой воспитанности. Ну, хорошо. Погласи сюрприз нам. Нам, который подготовили. Пожалуйста. А вы давайте за тех мужчин, чтобы нам не стыдно было. А вы покажите с ним. Вот это реально, чел. Я считаю, что каждый человек должен вырасти дерево, родить ребенка и построить дом. Сейчас мы будем сажать этот прекрасный цветок. Мы вытаскиваем его с корнями. Давайте. Держите. И нужно туда поглубже его засунуть. Я раздвигаю, вы засовываете. Я не присутствую, да? Раздвигаю, раздвигаю. А никак не получается. Может быть, половинку отсыпать? Она прям так все активно делает. Вот так. Прекрасный подарок, прекрасная динарочка. Спасибо вам с подружкой. Проходите в комнат, летчики. Мы ждем вас. Ира, что ты скажешь? Это нам совсем не подходит. А почему именно на мне? Ну, задели мужчину с комплексами. А меня не задели? С большими. Знаешь, ему тяжелым жизнью. Мне тоже так кажется. Динара хорошая девочка. Правда? Очаровательная девочка. А вы видите их в связке с Германом? Нет. Нет, почему? Совершенно нет. Ни одного человека, вот кто здесь присутствовал, и девочек, я вообще не вижу в связке. А вообще кого-то видите рядом с Германом? Ну, я приблизительно представляю, да, какой человек должен быть рядом с ним. Не такой красивый жест. Совершенно некрасивый. Знаешь, вот как в фильме старом, не орел. Не орел. Не орел, совершенно. На самом деле, я считаю, что немножко здесь как-то завышено, ну, вот это было завышено, то, что у него такие там требования, или еще что-то. Он просто готов делать для человека все, на самом деле. Готов идти в любое, там, я не знаю, там, огонь, воду, медные трубы, там ее обеспечивать, чтобы пылинки с нее сдувать. Но типаж, вот знаете, бывает, вот типаж. Типаж, совершенно верно, именно сексуальный типаж. Нет, если он влюбился бы, то он влюбился бы в красавица, если бы был его типаж, даже если бы она была стриптизершей, например. Думаю, да. Ну... Что ты так смотришь на меня? Да нет, ничего нет, я просто деньги, считай, сколько потеряла. Переживает. Без процентов. А нет ощущения, что он теперь просто ищет замену жены? Он очень тяжело переживал этот расход, на самом деле. Он очень верный человек, он очень долго вообще мучился, скажем так, и целый год он был сам не свой. Поэтому вот он только-только начал, может быть, вот в себя приходить, но это не то, что он хотел. Друзья, для меня можете сделать доброе дело? Извинитесь за меня, если что, не так, хорошо? Вы-то ничем его особо не обидели. Может, обидела, конечно. Ну, я же не невеста. Ловится прелесть. Веселиться всем так и милым. Ну, у нас ситуация, конечно, необычная, такого еще не происходило в студии. Ну, я бы спела песенку «Времен моей молодости». Таких не берут в космонавты. Не умеет держать удар. Не умеет. Жалко. Я не понимаю, что это было. Человек вообще неадекватно совершенно себя повел. Он, не знаю, в силу, может быть, слабости своей или страхов каких-то, даже не знаю, почему страхов, взял, встал и ушел. Скажи, пожалуйста, Василиса, а вот звезды вообще как-то влияют? Может быть, сегодня просто не его день? Я думаю, что все-таки больная гордость. Я повторюсь, соединение Солнца с Юпитером, Юпитер в падении. Человек очень уважает себя и ожидает, безусловно, уважения от окружающего. А когда сталкивается с ситуацией, когда ему пытаются задавать вопросы, на которые он не может дать ответа, за которые бы сам себя уважал, начинается и дать мучения. Они вообще не понравились, и он не знал, как выйти из этой ситуации, потому что нужно было делать выбор, а он его не хотел. И вышел сам невежливым способом. Потому что, ну, что как смог, невежливый. Он увидел красивых женщин, сильных, и растерялся, мне кажется, так. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4-4. Дмитрий, 27 лет, номер 1696. Создатель интернет-проектов. Ищет честную и пунктуальную девушку, которую сделают счастливейшие из женщин. Иван, 27 лет, номер 1697. Научный сотрудник. Ищет добрую и понимающую и легкую на подъем девушку с роскошной длинной косой. А я приглашаю всех участников программы выйти в студию. Впервые за историю нашей программы жених покинул нашу студию. Но мы даем шанс нашим невестам прийти еще раз к нам на программу и попытать свое счастье, а, возможно, с Алексеем. С вами была Лариса Гузеева. И всегда верьте в то, что любимый человек обязательно скажет вам. Давай поженимся. Очень красивая женщина, издали сразу видна. Вы знаете, я боюсь, что вы чуточку перебарщиваете с оценкой своих возможностей. Я бодр и весел. От любви немного пьян. Вам из Гаскония. Д'Артаньян. У меня интуиция животного. Сергей Адарен. Этот парень молодой нам все будет согласен, чтобы тебя, собственно говоря, уложить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!